Всем привет, с вами очередной выпуск IGM News, с вами Андрей Рассказов, Егор Беляков и сегодня, как и всегда, мы вам расскажем о всем самом интересном за прошедшую неделю из мира игровой индустрии. Поехали! Сегодня в выпуске. Лесбиянка, трейсер, игровые стримы от Brothers, почти закрытие Crytek и халявные игры в конце выпуска. Пропаганда ЛГБТ. В последнее время это словосочетание, в контексте видеоигр мы слышим куда чаще, чем хотелось бы. Увы, и в этом выпуске нашлось место тому самому. На сей раз встречалась компания Blizzard, которая в канун Нового года порадовала фанатов новым комиксом по вселенной Overwatch. Порадовала всех, кроме россиян. В нашей стране комикс на русском языке в издательстве решили запретить, объясняя это нежеланием сталкиваться лицом к лицу с российскими чиновниками и их чудливыми законами. Учитывая, что совсем недавно наши депутаты предложили проверить FIFA 17 на пропаганду гомосексуализма, вполне разумно. Но вернемся к Overwatch и тому самому комиксу. Что же в итоге произошло? А произошло следующее. Оказалось, что главная героиня шутера Blizzard, трейсер, лесбиянка, ну или гетеросексуалка, если вы хотите себя как-то утешить и, быть может, дать второй шанс своим сексуальным фантазиям. В общем, нарушены семейные скрепы. В комиксе рассказывается о том, как трейсер пыталась купить шарф своей девушке Эмили в подарок на рождество. Однако та не успела этого сделать до закрытия магазинов. К счастью, шарф оказывается в руках трейсер, а затем и у ее возлюбленной. В знак благодарности Эмили целует трейсер. Да, мы знаем, что вы хотите посмотреть на этот каминг-каут собственными глазами, но не переживайте, ссылочку на этот шедевр мы упакуем в описании. Но вот только не увлекайтесь, а то мало ли вас тоже сблокируют. Крайтек закрывает почти все свои студии. Об этом заявили представители компании. Неужели это и вправду конец? И да, и нет. Закрываются пять студий в Будапеште, Болгарии, Южной Корее, Китае и Турции. На плаву остается только главный офис во Франкфурте и отделение в Киеве. Последний занимается игрой Warface, хотя в сети есть слухи о том, что Крайтек и ее закроет, продав игру и сиквел российской Mail.ru. Представители компании заверили, что сделают максимально благоприятные условия для продолжения карьеры своих сотрудников. Сразу ответим на самый важный вопрос. Компания больше не будет делать ААА-тайтлы, хоть и создала знаковый Crysis и Rise the Son of Rome. Не менее знаменита она именно благодаря своему игровому движку CryEngine, права на использование которого продавала и весьма успешно. На него студия сделает основной упор и еще на инновационные проекты. Под ними имеется в виду все, что связано с VR, ведь последние разработки Крайтек это как раз Robinson the Journey и The Climb. Надеемся, что у компании все будет хорошо и они смогут разрешить этот кризис. В конце года журналисты, профильные издания и даже паблики ВКонтакте называют лучшие релизы года, а вот про худшие почему-то никто не говорит, но только не мы. Список из десяти самых отстойных игр уходящего года опубликовал агрегатор рецензии Metacritic. Чтобы сохранить хоть какую-то интригу, начнем антитоп с конца. Десятое место в чарте занял Тир из банана для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Девятая строчка досталась гоночной аркаде Coffin Dodgers. Восьмое место за игрой российского происхождения Alokins Gun. Обозреватели отметили, что разработчики игры крали у лучших, но им не хватило бюджета и исполнительского мастерства, чтобы оправдать собственные амбиции. Кем я хочу стать? Конечно, я еще не определился. На седьмом месте оказалась неудачная попытка Capcom запустить кооперативный шутер во вселенной Resident Evil Umbrella Corps. Шестая строчка за зомби survival 7 Days to Die, изданной компанией Telltale Games. Пятое место заняла тактическое РПГ Long Reserv Reincarnation Tensei для Nintendo 3DS. Четвертая строчка мерзкого топа осталась за проектом Weeping Doll для PlayStation VR, который критики назвали неудачным экспериментом в области виртуальной реальности. Ну а теперь педестал почета с самой отвратительной игры 2016 года. Поехали! Бронзовая медаль завоевала игра-шутка Soda Drinker Pro, которую разработчики сначала портировали на Xbox One, а потом начали продавать по 10 баксов за штуку. Серебро у погрязшего в бага футбольного симулятора Dino Dino's Kick-Off Revival. Учим проектом года по версии Metacritic стала игра Ghostbusters, приуроченная к выходу одноименного фильма. Ее средний рейтинг составил 30 баллов из 100. Надеемся, что в новом году бог геймдэо будет милосливым по отношению к нам и подарит только сочные AAA-тайтлы и хорошие инди-проекты. За дешево. Как, например, интернет-магазин GAPESTORE.RU, где с 23 декабря по 7 января ты, именно ты, сможешь купить любую игру за дешево. Заходи, покупай. Помните фильм «Отряд самоубийца» от Warner Bros.? Так вот, они делали игру по мотивам фильма. Но мы ее вам не покажем, потому что они отменили проект. По слухам источников к атаку, игра была в разработке последние два года, и решение отменить ее было принято в декабре. Она должна была представлять из себя кооперативный экшен, а отмена была связана с тем, что прототипы так и не смогли впечатлить боссов Warner Bros. И это за два с половиной года работы над игрой. Чем вообще они там занимались все это время? Хотя, если итоговый продукт был похож на то, что происходит на экране, то мы даже рады. Опять же, по слухам, Warner Bros. Montreal сейчас ведет работу над игрой о сыне Бэтмена, Дэмиэнни Уэйни. Этим проектом должен заниматься Стефан Рой, бывший исполнительный продюсер Deus Ex Mankind Divided. Мы надеемся, что у Стефана получится объединить наработки Deus Ex и открытый мир Arkham Knight. И еще, чтобы это все делало Rocksteady, пожалуйста. Да. От порно-пародий до порно-летсплеев. Да, Brothers пришла в гейминг всерьез и кажется надолго. На YouTube-канале Трэнд, знаменитая студия фильма для взрослых, начала публиковать прохождение игр с участием своих звезд. Первый выпуск был посвящен Мафии 3, а по ту сторону экрана очаровательная актриса Ники Бэнс и Мисси Мартинес. Оказалось, что девушки не очень-то глубоко разбираются в самом вопросе. Это я сейчас об игры в целом. Но в их комментариях было много шуток. Разумеется, про пенисы. Ну, про что же еще шутить порнозвездам, действительно. Кажется, любовь к Brothers к играм зашла слишком далеко. Нет, ну а нам-то что? Нам нормально, спасибо. Nintendo Switch еще даже не продается, а у нее уже есть серьезные проблемы с производительностью. Не так давно консоль протестировала издание Digital Foundry и рассказала о всех ее технологических особенностях. В приставке установлен процессор Tegra X1, который работает на частоте 1,2 ГГц, причем и в доке, и без него. Зато скорость графического ядра отличается сильно. В портативном режиме его скорость ниже аж на 40%, что убивает единственное преимущество консоль – возможность играть где угодно. И это при том, что общая производительность совсем не на высоте. Она составляет около одного трафлопса. Чтобы вы понимали, у Xbox One это значение на уровне 1,3, у PlayStation 4 – 1,8, у Прошки 4,2, а у Project Scorpio вообще обещают 6 трафлопс. Короче говоря, уже сейчас консоль выглядит, как бы это помягче сказать, устаревшей. Ну что, зимнюю Олимпиаду провели. Впереди чемпионат мира по футболу, в том числе и по виртуальному. О готовности провести мундиаль по FIFA 17 в России на последнем заседании Российского футбольного союза заявил его президент Виталий Мутко. По словам бывшего министра спорта, идея может быть реализована уже в 2018 году. Let me speak from my heart. Это разновидность футбола, которую мы будем развивать. Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами. Возможно, проведем его параллельно с чемпионом мира 2018 года, заявил Мутко. Нет, ну а что, вот здесь я верю Мутко. Уж в киберфутболе у нас точно есть шанс на победу. Главное, чтобы наши кибератлеты потом на допинге не попались. И все будет чики-пуки. Ну и на сладкое новогоднее сражение. Как вам битва между четырьмя тысячами Санта-Клаусов и легионами пингвинов? Все это стало возможным благодаря системе Epic Battle Simulator из Steam Greenlight. Работает все на Unity, внутри которого упаковано множество карт, погодных условий и моделек. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Помимо того, что вы видите на экране, между собой можно будет столкнуть зомби, римских легионеров, форков, солдат Второй мировой, гоблинов и много кого еще. Вы можете затолкать на карту сколько угодно персонажей, но их количество будет сильно отражаться на нагрузке процессора. Впрочем, вы и так это знаете. Утилита еще недоступна, но вы можете проголосовать за ее создание на специальной странице в Steam, так что переходите по ссылке под роликом. И да будет батл. На сегодня это все. Ждите нас на следующей неделе. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. А также про наши личные социальные сети. И вот результаты нашего прошлого конкурса. Поздравляем победителей и говорим всем большое спасибо за участие. И участвуйте еще, мы разыграем игры всегда. Да, оставляйте самые смешные комментарии под нашими новостными роликами. И на этом у нас все. Всем пока. Пока-пока. Дети мои, я пришел.